Субтитры делал DimaTorzok А у меня нет с собой На, тебе же вот это понравилось Да, давай Её же тоже надо здесь нажимать или нет? Можно не заниматься, с автозатяжкой Раз, раз, раз Вообще шикарный вкус Давай поговорим с тобой, да, вот про эти штуки Как вредные привычки Давай И просто поисследуем эту тему И возьмём за и против Я сошлюсь опять на научный форум Где доказали пользу Спиртного в определённых Границах Содержание этанола, как спирта И разберём, что Формы бывают разные Крепкий алкоголь, слабый алкоголь И дрожжевой алкоголь Пиво, виски, водка Разница тоже колоссальная на самом деле То есть водка более чистый продукт Виски уже ферментированный И вино И доказали, что Если ты в южных регионах С хорошим витамином D3 То природа не зря посадила там виноград Пей вино В умеренной дозе Это лишит тебя определённого стресса Наладит макромикробиоту Кишечника Нарализует твоё сознание И не будет вот этого, что В 4 часа вечера ты Потому что в 7 утра тебе опять хорошо И ты в 4 утра В 4 вечера следующего дня думаешь Когда же наступят эти 7 утра Что ты лёг спать и всё хорошо То есть какую-то седацию Будешь давать тебе Позволение Помимо того, что это обогащает Твои вкусовые рецепторы Антиоксиданты И так далее И так далее И так далее Мы просто возьмём в парадигме Великой фразы про Цельсия Что всё есть Яд и лекарство Главное дозировка И она должна быть персонализирована И это очень много условий То есть если ты нюхаешь У тебя выделяется слюна И ты этот образ видишь Что ты хочешь это съесть Употребить Поисследуй, попробуй Найди свою дозировку Где тебе неплохо Где тебе расслаблено И хорошо И в зависимости от корреляции стресса Потому что, как сказал Очень великий академик-невролог Что факторы стресса Для всех одинаковые Главное твоё восприятие Для кого-то минимально Это будет максимально За счёт восприятия А кто-то Да и бись оно конём Понимаешь? Вокруг всё И острая тема сейчас такая Это в принципе курение И у нас очень большая борьба с этим По закону, что любая борьба Рождает сопротивление Есть такое понимание Никотиновая кислота Которая очень важна Для активизации головного мозга И ментальных процессов И в целом есть медитативные практики С трубкой В многих Стран мира И у людей Да, когда это чистый Там хороший растительный табак Когда эта трубка Не выкуривается Как сигарета Бежа куда-то Да, не когда Ты принадлежишь ей А когда она Принадлежит тебе Понимаешь? Разница Восприятия И мы уходим Там в современный мир И я сейчас там И нагрев И сигареты И сигары И хороший табак И плохой табак И качественный Некачественный И мы возьмем Такой средств Что где-то около 90-х Химия была очень дорогая И натурально все было дешево Сейчас мы живем наоборот Что все натурально Нереально дешево Ой, нереально дорогое А химическое Просто везде Да, и тут мы можем И про питание Как-то поговорить И почему какие-то диеты Помогают Какие-то нет И все имеют место быть И главное Грамотный подход Но мы сейчас Вот Чуть-чуть пробежались По алкоголю И чуть-чуть пробежимся По этому Есть разные соединения Солевой никотин Щелочной никотин Не вдавая В химические свойства Этого соединения Вроде бы никотин Но разный И имеет Разное проявление На организм Этот очень быстро Сужает сосуды И легкодоступный В кровь Этот мягкодоступный Не дает Такое насыщение От никотинного голода Но здесь Интересная штука Здесь Есть такая вещь Как удар по горлу То есть Когда ты затянешься Затянись Она будет крепче Чем солевой никотин По ощущениям Сделай это Чувствуешь Вот здесь Удар по горлу Это температура Всего лишь Пара Чуть выше Чем здесь Для того Чтобы Она гуще Ее перевести В пар И за счет этого Ты тоже самое При сигарете Курения Когда-то испытывала И тебе не хочется Курить Но никотина В этой В десятки раз Меньше Чем в этой Да Ощущается И он плавнее Видишь Нет у этого Скачка давления Сердца Пульса И так далее У этого У этого есть Свои побочные Эффекты Расстройство Кишечника Слишком Насыщенный Вкус И перегрузка Рецепторов Рта И жога Может быть Я вот поэтому Перестала И всякие Другие штуки В целом Тут синдепон Пропитанный Короче Солевым раствором Китайцами Они все их еще Попробовали Перед тем Как запаковать В основном Пробуют один Они там не дохнут Почему-то Вот как нам говорят Что они прям И есть у нас Какие-то Болезни Которые Вот это Не вызывает Но придает Предрасположение Есть какая-то Профдеформация Легких За счет этого Да Кто-то говорит Что это Типа табачные Компании Включились Да Кто-то говорит Что это Там В целом Жуткая Дикая Неопознанная Вещь Что нитроглицерин И перенгликоль Основные Вещества Вот этого И вот этого С соединением Разного Никотина И натуральных Ароматизаторов Оседает В легких В нижних Альвеолах Да у нас По факту Оседает Там все Пыль Воздух Да Они занимаются Оксидацией То есть Типа Это То что Насыщает Кровь Кислородом Но Если ты Не дышишь Вот так У тебя Они И так Уже Закрыты Именно При каждом Вдохе Ты имеешь Ввиду Не так Да У тебя Неполное Раскрытие Легких Это Чем Хорошо Кардио Или Как То есть Легкие Можно Натренировать Под водой И так Дыхательные Практики Тоже Класс Да Сишь Как У меня Объем Легких Я С 15 Лет Курю У меня Нигде Нету Там Ни Одного Пятнышка Это Особенности Регенерации Моего Организма Я Не призываю Делать Так Все есть яд И лекарства Для каждого Есть индивидуальная норма И Самая главная Антипропаганда Этого Это то Что в Штатах Великие умы Взяли Экстракт масла В такой мед Превратили Со всеми веществами Взяли кусочек Растворили Полипирен Греколи Нитроглицерине Засунули В одноразку И получили Неконтролируемый По всему миру Да Понимаешь Да И при этом Я начал С меда Да То есть Масляная Снова Остается В легких На несколько лет И выводится Сложно Это растительная Агрессивная Среда Это не химическое Соединение Более легкое Это не эфир Это даже не гидролат Если кто-то хочет Погуглит Эти термины И поймет В чем разница А это именно Концентрированный Экстракт масляный Который Развели Просто В жидкости Потом идет Что Физический момент Нагрева Чтобы этот доступ Попал в легкие Попал в кровь Но есть То что Застряло Склеило Легкий И мы имеем То заболевание О котором говорим Потом Нагуглите статью Про врача Вейпера Пульмонолога Который в ковидное время Вейп засунул Лекарство От ковида И начал давать Место ИВЛ И результаты У его пациентов Были великие То есть Мало того Что все есть Яд и лекарства Все еще Куда мы это Применим То есть У нас есть Разные технологии Они спорные Из-за человеческого Фактора Понимаешь? Да Потому что Мы можем использовать Информационную воду Во благо А можем Во вред Смотря какую информацию Мы туда положим Мы можем использовать Те или иные вещества Во благо Или во вред Смотря как мы их Применим Да И мы можем Использовать Энергию Как созидательную Так и деструктивную Говоря О высотах магии Огня Воды Эфира Динамики Этого всего Все от автора И все относительно Поэтому Вот пожалуйста Да Там я не скрываю Я персонализированный Врач Наставник Учитель Гуру С вейпом В руках Мешает оно мне? Нет Помешает ли оно мне дальше? Возможно Никто не знает Но как только я почувствую Все раньше Когда я курил Там по три По три с половиной Пачки сигарет Я понимал Что все Ну это уже Я наверное Больше к ним Да Я ушел в нагрев Он только появился Первый нагрев Швейцарские стики Не воняло так Пердежкой Были несколько вкусов Был воздушный фильтр Который был Как у парламента И это типа Вообще мне очень помогало А кальяны? А кальяны Вот Я бы больше К сигаретам Их отнес Потому что Во-первых Тоже там Зависит от патоки Количество нитроглицерина И полиперингликоля И я в воле случая Видел Когда кальянщику Привозят табак В большой пачке Он начинает его разбирать Отжимать там Через всякие полотенца Раскладывать Потом руки Доместесом Не может вымыть От красителя И я такой Типа Ну нет Я не готов То есть настолько Я бы Не сказал Что я изучал Сам кальян Я видел Некие реперные точки Которые от меня увели Потому что Опять же Процент горения есть Да Фильтрация через воду Вроде охлаждение Есть и так далее Но поскольку Я не курю кальян И если я начну курить Кальян Я кашляю А от этого Я не кашляю Я решил Что кальян Может быть Мне не подходит И я от него Как бы вот Ушел И не стал его Даже изучать За ненадобностью То есть в это Я погрузился Узнал разницу Поговорил с людьми Которые там Более 15 лет Выпят Как у них Со здоровьем Что с ними происходит Почему так Как так Тут вообще Вот у тебя Ну полностью Натуральные ингредиенты Без красителей И без вкусовых Даже каких-то То есть там просто Настойка на определенный Определенный Как это На определенном Несырье Ну листе Пусть будет На определенном листе Вот тут Малая ароматика Но зеленого чая Но в принципе Он абсолютно Ну нейтральный И да Тут есть такая штука Что все Кто тут ради вкуса Уходят с солевой Тут вкуса больше Но и пагубных влияний Я считаю больше Хотя в то же время Такие скачки Давления Сужения сосудов Они тренируют Твую мужцу Сердечно-сосудистой системы В целом И ты как бы Может быть будешь Менее метеочувствительна И без гипертонических кризисов Потому что ты Вместо бега Тренируешь его этим По факту Да Нету грамотного Кислорода обращения Наверное Если ты прям Мало свежего воздуха Получаешь И не сильно дышишь Ну а так Пойди Посмотри Сдай анализы Зачекапся И если ты куришь Там больше Уделяй этому внимание И обрати на гортань К лору Ну походи Посмотри Что там у тебя Что там никаких Тоже патологически Язвенных процессов Не уходили Но и то я считаю Что это не сам вейп Из-за того Что их тоже тестируют И они не сильно антисептики Здесь может Какая-то патогенная форма Типа Сталофилококковых Стриптококковых Присесть И ты ее вдохнешь И начнешь еще вдыхать Раздражать Горло Раздражать Тебя какие-то Язвочка была Форкулярная ангина И так далее Это вот приведет Вот уже Каким-то последствиям То есть вопрос От изначального состояния Твоего организма Насколько ты вообще Ну вот Насколько он чистый Насколько нет предрасположенности Которые вскрывают Ну и могут спровоцировать Да В принципе Помимо вот этих Любые другие вирусы Или еще что-то То есть здесь уже Вопрос конкретно От исходника Поэтому мы имеем В компании Кто говорит Я коньяк пить не буду Потому что Мне от него С утра плохо У него непереносимость Дубильных веществ И что-то Сердечно-сосудистой системой Он все Он умирает потом От 50 грамм Или 100 с утра Он говорит Я буду лучше водку Другой говорит Я водку И коньяк не буду Я буду вино Третий говорит А мне просто 100 грамм игристый Я такая дурочка уже Мне так хорошо И мне больше чего не надо А кому-то нужно там Полторы бутылки Чтобы дойти До Резонанса диалога С этой девушкой Которую Только бокал Понимаешь Надо знать свой организм И миру Да Аминь, друзья Всем здоровья Субтитры создавал DimaTorzok